всем здравствуйте сегодня мы поговорим о температуре кожи почему это важно немножко все равно затронем цветотипы потому что открытки которые для вас приготовила они все-таки как фундамент здесь идет цветотип вот но мы будем говорить про цветотип с точки зрения температуры кожи для стилистов это очень важно в первую очередь потому что все-таки это не маникюр это более глобальный объем цвета на теле нашего клиента а для нас маникюра да возможно это не настолько важно потому что маникюр занимает если профессионально брать относительно объема тела такой маленько маленькое пространство всего лишь ноготульки но ногти клиент он все время вот так видит и привычка у женщины рассматривать свои руки и у других людей тоже она присутствует и когда идет такой знаете небольшой резонанс теплоты оттенка с оттенком кожи иногда это прям вот мешает и человек например носит маникюр и не может понять почему его раздражает цвет на самом деле просто не очень давно удачно подобрали температуру цвета температуре кожи клиента вот кто с таким сталкивался ставьте плюсики а мы с вами продолжаем сейчас я вам покажу как я приготовила для вас открытие кому будет интересно я бесплатно в электронном виде вышли вам такие подсказки если будет желание можно будет распечатать лучше распечатать на картоне чтобы это прямо такая толщина была хорошая картона и можно будет потом на жвачку вот здесь приклеить цвета гель-лака для чего это можно сделать ну мне кажется это как-то развеселит и вас и разнообразит пребывание клиента на маникюре когда будет выбирать себе цвет что у многих иногда это кто-то пишет только что с этим столкнулась такое бывает поэтому когда клиент будет сидеть на услуги ему будет интересно во первых все это рассматривать вот есть о чем поговорить и возможно я как знаете такая проба пера я думаю что к августу я переделаю эти открытки сделаю чуть больше рядов для типсов что больше поместилось и возможно переделаю саму подачу вот и оттенки поменяем это такая знаете небольшая проба причем я к этой теме периодически возвращаюсь вера мирошниченко очень любит эту тему мы очень часто особенно вот раньше делать какие-то такие микро обзоры вставляли какие-то обучалки вот сегодня решила опять за это вспомнить вот чтобы было весело не скучно вам как мастеру и клиенту на маникюре вот кто-то пишет я рыжая не могу носить холодные оттенки но это как бы да нормально это естественно сейчас вам покажу открыточки наши это спасибо нашим дизайнером сделали вот такую красоту вот но обычно все начинают говорить про зиму в первую очередь секундочку до зима и проще всего конечно эти цветотипы раскладывать на примере звезд на самом деле вот для чего сделали вот эту сложную схему здесь ясная зима холодная зима темная зима я про это даже рассказывать не буду я сюда просто это добавила для мастера чтобы было знать как перед глазами еще вариации с цветом какие можно например использовать в дизайне когда например вам сложно определиться какие дополнительные цвета к выбранному цвету выбрать то вот эти подсказочки у зимы видите три такие палитры уже готовые смиксованы весны вот поэтому я вам предлагаю вот этими подсказками пользоваться как вариантами на тему использования микса цветов у данного цвета типа давайте сейчас кратко по цветотипам пройдемся с вами да ну первый цветотип это зима если у вас яркая внешность а цвет кожи контрастирует с цветом глаз и волос вы выглядите свежо без макияжа цвет глаз у вас черный темно-синий реже конечно встречается серый голубой на такое кстати может быть волосы они должны быть знаете такой каштановый но он холодный каштановый это с оттенком зеленцы такая знаете зеленца присутствует такой пепельный отлив присутствует что очень важно чтобы не было таких золотистых переливов волосах это значит сто процентов вы зима а ваше лицо создает такой знаете холодное впечатление безмолвное такое грделивое лицо в общем глядя на вас смотришь и кажется что вы такая снежная королева неприступная как минимум белоснежка веснушки как правило сто процентов отсутствуют у таких дам и кожа настолько белоснежная как слоновая кость ну она может быть оказать прям ярко выраженная белая прям белая-белая либо может уходить слоновую кость и у вас сто процентов отсутствует еще раз повторюсь веснушки это у нас зима сейчас мы поговорим про то как находить свою температуру потому что зима судя по описанию это ярко выраженная холодная гамма это холодный цвет лица это холодный цвет волос на холодный цвет глаз но смотрите человек может во время своей жизнедеятельности скажем так видоизменять свою внешность согласны с этим и зима она может например выглядит совсем не как зима и на самом деле это будет очень бросаться в глаза все на самом деле такое знаете вот важный аспект эта кожа можете краситься хоть каждый месяц или там каждые полгода менять цвет волос вот но очень важно какую какая у вас цвета кожа какой у вас подтон кожи какая температура кожи это у меня был опыт такой ладно сейчас мы дойдем до моего цветотипа я вам расскажу вот за зиму понятно да вот особенно вот здесь на открытке очень хорошо показана зима могу вам сейчас еще несколько примеров зимы показать чтобы вы понимали как выглядит такая ярко выраженная холодная зима вот у них действительно отсутствует веснушки это самое первое что бросается в глаза это такая знаете чистая алебастровая кожа как правило и холодный цвет волос вот если взять например диту фонтис вот она по центру здесь находится дита фонтис она вообще от природы блондинка представьте она натуральная блондинка у нее брови белые ресницы белые цвет волос такой светло русо белый натуральная блондинка но она из себя сделала зиму а почему она легко получилось гармонично из нее получилось зима а потому что она идеальное лето она родилась лето вот а лето и зима я вам сейчас на схеме покажу они два холодных светотипа и благодаря тому что у нее кожа как у лето имеет прохладный оттенок то соответственно перекрасившись правильный коричневый оттенок правильный оттенок темных волос она превратилась в роскошную зиму вот это тоже очень важный момент нужно опять же учитывать температуру кожи с маникюром то же самое вот это зима дальше поехали выбрать другой объект прекратить зима следующий холодный цветотип это лето они прям смотрите видно и по температуре оттенков гель-лака которые я здесь подобрала вот что касается лета здесь тоже хороший пример из звезд мы подобрали чтобы вам было легче ориентироваться лето это наиболее распространенный цветотип особенно среди славянских народов россии это так вот я кстати такой смешанный цветотип я между летом и весной у меня смешанный цветотип а девушки этой группы нежные хрупкие с аристократическим таким вот знаете хотя знаете я считаю что мы все аристократки но вот лето особенно выглядит аристократично и 2 в данном цветотипе сходятся такой зимний холод и нежное тепло весны и вот очень много встречается девушек на самом деле со смешанным цветотипом лето-весна и вот я очень часто я то лето то весна я то лето то весна но я все-таки больше весна сейчас объясню в чем у меня иногда были ошибки выборе а оттенков одежды выборе оттенков при покрашивании волос с маникюром у меня таких кстати проблем не было никогда но иногда вот то что я говорила вот наносишь например бежевый особенно это знаете проблема с нюдовыми оттенками наносишь нюдовый оттенок и не понимаешь почему не можешь с ним сходить вот а потому что этот нюдовый оттенок не подходит под твой под твою температуру кожи вот так лето она имеет холодную температуру ли кожи ярко выраженную вот хотя она находится на стыке вот там все равно она бывает вот прям вот между весной и между летом цветотип часто встречается если вы представительница летнего цветотипа если у вас серо-голубые глаза либо такие синие глаза стальные глаза холодные глаза вот понимаете ярко выраженные холодные глаза и я вот кстати раньше этого не понимала вот у меня например вроде как серые глаза но они у меня не холодный вот но мы не будем это углубляться вам сейчас расскажу фишки как определять температуру тела это просто для вас такой знаете краткий обзор по цветотипам чтобы вы хотя бы примерно ориентировались когда вы видите клиента вот когда вы видите клиента поэтому первое что у лета это холодный цвет кожи чаще всего у них оттенки глаз уходят в холодность потому что серый цвет он тоже бывает разный вот здесь должен быть именно такой стальной холодный оттенок вот кожа она здесь светлая такая розовая она может быть оливковая она может быть бежевая она может иметь слоновую кость у вас мягкие приглушенные цвета лица у вас нет вот знаете вы такой знаете контрастности как вот если у нас у зимы у нее контрастность то когда лето например не накрашена то чаще всего у нас присутствует такая очень средняя контрастность и контрастность либо она вообще может отсутствовать да потому что если бровки такие светло-русые реснички светло-русые то конечно мы уже такая неконтрастная внешность вот волосы волосы русы пепельный блонд и русы это должен быть тоже знаете такую в мышку уходить в серость потому что русы если он идет золотинкой золотом отливает то это уже цветотипы весны а если мы возьмем вот именно русы холодный русы такой мышиный он может быть шатен да лето она может быть шатенка да она может быть шатенка но с таким узнаете сероватым отливом у вас может быть такой знаете и румянец розовый кстати у лето бывает встречаются даже веснушки хотя реже все таки веснушки больше прерогатива весны и осени вот хотя у лето тоже веснушки бывает но чаще всего у них чистая кожа такая вот прям ярко выраженная как у зимы вот зима и лето просто у зимы она прям очень прозрачная белая холодная да где-то даже в розовинку уходит то вот у лета она такая холл холодная но она может быть такая бежевато серовато серовато оливковая вот понимаете вот такие подтоны холодный вот осень очень люблю осень или давайте значит давайте про весну на сначала весна это то что я говорила очень часто в россии вот вообще славянская внешность она что-то среднее между весной гуляет и между летом вот постоянно очень сложно разобраться лето ты и весна разобраться можно только определив температуру кожи все потому что очень часто весна может покраситься в летний оттенок цвета и наоборот летний оттенок лето может покраситься весну вот и здесь очень важно именно смотреть на цвет кожи мы сейчас перейдем чуть попозже я вам прям на схеме покажу весна если вы представительница весеннего цветотипа у вас золотистый или рыжий оттенок волос но знаете какой он не ярко выражены рыжий а вот он в теплость уходит он бежевый уходит вот у вас такой знаете золотистый русы может быть вас может быть бежево золотистый вот такой не холодный блонд а теплый блонд цвета такие медовые светло русы пшеничные редко встречается такой вы знаете прям темный оттенок в основном всегда это такие вот светло русы девочки где-то блондинки но они медовые бежевые блондинки вот поэтому коричневых брюнеток практически весне не встречается но либо это как я уже говорила также как и в лете там может быть такая светлая шатенка да но с золотыми прядками переливается золотыми прядками переливаются вот у вас какая какая может быть кожа кожа такая знаете персиковая веснушки кожа такая может быть молочная такие щечки которые наливаются румянцем когда вы смущаетесь внешность мягкая теплая тоже не контрастная очень нежная весна всегда юна и романтично и цвет глаз вот кстати здесь очень важно обратите внимание какой цвет глаз у весны цвет глаз зеленый голубой бежевый светло коричневый и знаете что я по опыту поняла здесь цвет глаз он может быть тоже серым но это только у тех людей у кого этот серый уходит в зеленый либо по радужке имеется зеленый либо зеленый вокруг зрачка и вроде как девушка с серыми глазами на самом деле если присмотреться они у него в зелень уходят и это уже становится такая прям вот признак типичной весны это когда знаете такой цвет теплой кожи вот потому что иногда смотришь и вроде серые глаза а ей не идут например холодные оттенки а потом когда понимаешь какая температура кожи а кожи то у нее теплая начинаешь смотреть в глаза а там не стальной серый они у нее в зелень уходят вот такая весна у нас вот и самый такой вот редко встречается цветотип у нас здесь в россии это наверно цветотип больше вот ирландии великобритании вот я когда там была раньше на выставках работала ездила очень много и вот именно там я встречала столько много осени вот у нас осень встречается очень редко это рыженькие девочки но это сама как за эти такую основное что можно сказать там рыжие девочки ну конечно они не только рыжие вот поэтому если вы представительница осеннего цветотипа если у вас яркая контрастная сияющая внешность вы блестите золотом с ног до головы почему вот говорят так блестите с ног до головы потому что оттенки волос все-таки осенние золотистые с переливами бликов теплоты и золота цвет кожи тоже тепленький глазки тепленькие поэтому вы блестите с ног до головы вашей внешности нет ни капли ничего холодного вот поэтому осенью очень легко за счет этого определить что ну вообще нет ничего холодного у вас каштановые волосы у вас могут быть такие ярко выраженные рыжие волосы красные оттенки в общем напоминающие оттенки осеннюю листву вам нравится вам нравится красный цвет вам нравится бордовые цвета и самое главное что этому цветотипу лучше всего идут красно бордовые оттенки вне зависимости от моды вот им очень идет загар кстати и даже интенсивный загар идет идеально и очень часто этот цветотип путают с весной почему пытается весной потому что весна она же тоже в своем составе имеет такой рыжеватый отлив волос да но осень она именно ярко выраженная насыщенными цветами она контрастная если весна ее умыть смыть весь макияж она получается не контрастно а если мыть осень она зачастую бывает очень контрастная вот это основное такое определение разница между весной и между осенью что у нас еще осенью я называю еще женщина синего типа что они такие знаете визуально выглядят всегда взрослее они более зрелые такие роскошные женщины поэтому в отличие от весны весна как я уже говорила всегда юна и молода да юная молода то рыжая женщина осеннего цвета типа она такая роскошная более зрелая визуально женщина так а цвет глаз осенью здесь присутствует только теплые оттенка оттенки это карие глаза это коричневые глаза это зеленые глаза все оттенки теплого все оттенки теплого здесь вообще не бывает хотя я видела бывают кстати исключения синие глаза но это я не знаю там одна на какую-нибудь тысячу миллионов вот поэтому оттенки здесь теплые они бывают такие бронзовые золотистые теплые коричневые но не темные опять же знаете вот например если взять зиму здесь тоже бывают коричневые глаза но они должны быть здесь холодные такие знаете черный а если это прям вот просто карие глаза тепленькие да то это уже вот ближе кость не если не у блики волосиках то конечно же это уже такая вот очень породистая лошадка кстати да это прям подходит сейчас я вам еще наверное несколько вариантов покажу что было более понятно других картинках и перейдем к температуре тела и перейдем к температуре тела и перейдем температуры тела ну вот весна вот весна видите кто-то скажет ой это осень нет это весна у них блонд он теплый вот я кстати тоже весна и у меня вот давайте про себя расскажу вот смотрите я типичная весна но меня еще называют смешанным цветотипом я между весной и летом но я три года назад даже четыре года назад поняла что я все-таки весна я не лето потому что у лета у них больше холодный цвет волос помните мы говорили что даже она если брюнетка такая светлая брюнетка то у нее цветут он в зеленцу может уходить в пепел уходить блонд он такой холодный пепельный русый он тоже такой холодный уходит в пепель в зелень уходит я решила сделать себе натуральный цвет волос пришла в салон и говорю слушай давай как корни сделаем я же русая давай в русы краситься я говорю русы прям вот русы мышиный цвет выбираю и вот кто меня знает тогда я проходила совсем недолго буквально несколько месяцев я даже сейчас иногда смотрю на эти фотографии и я понимаю какой ужас и какой кошмар и мне все говорили катя тебе не идет этот цвет а я все время не могу понять я же русая от природы я родилась русая как же мне не идет а мы неправильные русы выбрали мне выбрали цвет холодный а мне нужно было сделать бежевый дальше помните у меня был блонд такой блонд пепельный пепельный прям серый это же мне так я себе так жутко нравилось а сейчас вот спустя столько лет начинаю смотреть фотографии я понимаю что мне он жутко не шел он не делал только старше потому что у меня весна а я а я все время пыталась быть летом потому что у меня оттенок кожи теплый у меня глаза не холодные они у уходят у меня в зелень и соответственно от природа у меня русский цвет но он теплый он у меня с элементами золотистыми я даже в детстве если посмотреть выгорала сюда такими золотыми прядками вот и сейчас у меня самый идеальный блонд у меня бежевый он у меня теплый вот и мягко переходя кстати сейчас к цветам маникюра я сейчас покажу вам колеровку на примере колерования вы поймете как отличить цвет он холодный или теплый вот мы сейчас с вами предметно об этом и поговорим вот вообще я смешана вот смешанная весна лето но вот за последние четыре года я поняла что я все-таки весна я не лето мне больше все-таки идут теплые оттенки даже в одежде вот да хотя мне идут и пастельные оттенки холодные если взять пастельные оттенки из лет они мне тоже пришли у меня в этом пограничная вот такая внешность но я все-таки больше лета вот почему эти цветотипы они все-таки очень условно смотрите а потому что женщина современная она цвета и она меняет цвет волос просто постоянно ну согласитесь что любая девушка с ярко выраженным летним цветотипа может превратить себя в зиму как я вам говорила на примеры гиты фонтис она из себя сделала просто идеальную зиму опять же почему а потому что она правильно подобрала себе под свой цвет кожи цвет брюнета и стала такой брюнеткой но холодной и попала в точку а если бы она покрасилась такую в теплую брюнетку ей было бы конечно ужасно это как я видите два раза пыталась перекрашиваться кардинально каждый раз жуть пересмотрите обязательно эфир я возможно очень быстро говорю ну потому что когда много говоришь вы долго не задерживайтесь в эфире я хочу быстрее начать колеровать краски чтобы вы понимали так сейчас переходим к температуре к температуре кожи потому что вот давайте сейчас осень последнюю покажу вот осень это же честно картинка хорошо видно у них цвет кожи прям ярко выраженный теплый золотистый почему это очень важно во первых если это парикмахер важно вот элементарно с блондом да например меня парикмахер должен был отговорить от холодного блонда мне нужен был бежевый блонд вот и меня не отговорили я два года ходила пепельной блондинкой хотя мне ужасно мне говорили катя он тебе делает старше а я говорила но я такая вам я такая роскошная эти красные губы с этим блондом можно было делать такой же белый блонд бешеный но просто чуть чуть теплее маникюре то же самое особенно ты знаете чего касается чаще всего это касается только бежевых оттенков и это касается красных оттенков в основном вот у мастеров маникюра вот здесь бывают в резонанс мы красных же их очень много и по сути красный это теплый цвет он относится к категории теплых цветов но внутри каждого цвета есть подтон и он может быть холодным подтоном и он может быть теплым подтоном и здесь к также как цвет помады понимаете вы можете купить красный цвет и он вам будет не идти и маникюр красный вы покроете но у вас будет тупо бесить и раздражать и говорит красный это вульгарная большем покрывать не буду на самом деле роскошный красный маникюр это просто оргазм просто нужно найти правильный оттенок под ваш под вашу температуру кожи и так три способа как определить температуру кожи так три способа сейчас я переворачиваю показываю вам схему сейчас я быстренько сделаю маленький рисунок я сейчас беру ручку шариковую давайте вот так нарисуем круг дети у меня пришли так рисуем круг смотрите делите его пополам и вот здесь пополам дети дорогие мои выходим не мешаем маме маме работать смотри меня люди смотрят выходите пожалуйста итак смотрите если взять лето и зиму они у нас вот как находятся вот если идет зима да то противоположно зиме идет у нас лето потому что у нас после зимы что идет весна а перед зимой у нас идет осень если вот посмотреть то если вы например с так холод смотрите давайте так рисуем холод а здесь вот тепло тепло и весна и осень имеют одинаковый не то что цвет кожи цвет кожи он может отличаться но здесь очень важно что температура давайте вот так плюсик поставим что весна и осень имеет плюсик теплый теплый цвет кожи а лето лето и зима они имеют минус они холодный цвет кожи вот так вот можно определять что например если бы сейчас зима и хотите быть блондинкой то вам очень важно покраситься в оттенки холодного блонда а если вы например весна и хотите покраситься в какой-нибудь насыщенный темный оттенок каштана то вам очень важно выбрать осенний цветотип да и уйти в какой цвет каштана в тепленький с плюсиком понятно это я ну как вы знаете такой примитив объясняю что по сути по сути все цветотипы делятся на теплую на теплый потон кожи и на холодный потон кожи вот что еще так переворачиваю и давайте я расскажу как определить какой у вас тон кожи по температуре вы тепленькая или вы холодно и первое это запястье вам нужно подойти к окну но в такое дневное время чтобы солнце ярко не светить чтобы не было закатного солнца рассветного солнца чтобы не было темно убрать полностью волосы до убрать полностью волосы умыть полностью лицо взять белый лист бумаги оголить вот эту зону декольте и поставить лист бумаги белый но это вы стоит остановитесь перед окном полностью умытая чтобы волосы потому что иногда я же говорю вы краситесь не в те оттенки и оттенки волос могут вас очень сильно сбивать поэтому вы должны полностью быть не накрашена и если даже ролики на youtube и посмотреть там везде вот одни и те же техники как определить свою температуру кожи поэтому первая техника это белый лист бумаги зона декольте шеи и лица и вы смотрите возле белого листа вы начинаете смотреться с розовеньким оттенком вот вы начинаете в розовинку уходить вот поэтому если вы уходите в розовый то вы получается холодный цветотип а если вы чувствуете что вы желтите чуть-чуть рядом с этим листом бумаги с белым то вы теплый цветотип вот я ярко выраженный теплый цветотип я уж точно не начинаю уходить в розовенький у меня нет вот этого знаете вот вот бывает кто-то погранично находится потому что есть смешанный цветотип если вы не чувствуете вот но не видите вы как вы начинаете розоветь рядом с этим листком бумаги или вы начинаете желтеть то вы смешанный цветотип на самом деле это очень хорошо потому что вам подходят практически все оттенки по температуре неважно оттенки холодные или теплые но самом деле если внимательно посмотреть видно вы начинаете либо желтить либо начинаете розоветь порозовели значит у вас холодная температура кожи начинаете чуть-чуть желтеть прям чувствуете чтобы пожелтели возле белого листа значит у вас теплый теплая температура кожи дальше еще один такой очень ну он как не сильно легкий вы берете смотрите на вот эту часть руки смотрите на цвет вен если цвет вен у вас ярко выраженный такой вот голубо-фиолетовый синяки вот кстати тоже когда вот умытые ярко голубые вас синяки то у вас холодная температура кожи а если на вот как вот у меня у меня на самом деле как бы смотришь и даже дочки показала грузов каким цветом мне фены вены вот они у меня отдают больше в зелень вот хотя я смотрела не вижу и огромник что не голубой она горит нет мало не у тебя ну как зелень уйдут хотя я не рассказывала ей про температуру ничего на просто первое что подошла увидела и сказал нет они тебя в зелень уходят поэтому знаете чего поняла сами не смотрите на свои вены вы будете все время неправильно определять цвет ваших вен попросите постороннего человека посмотреть цвет ваших вен что я себе сегодня говорила они у меня голубые а дочка подошла с планет они тебе зеленый поэтому если голубые у вас холодная температура кожи если они у вас зелень уходят у вас теплая температура кожи это вот второй принцип как можно определить еще температуру кожи это запястье и кстати еще температуру кожи можно определить по украшениям, но это такой, знаете, спорный момент, потому что не у всех работает глаз, вот вы берете какие-нибудь золотые украшения, такие ярко выраженные, большие, да я тоже все на ютубе посмотрела, там куча всего ну мне просто роскошно идет с золотой я не выгляжу ни цыганкой, ну никак, вот понимаете, мне хоть вот такого размера золота повесьте, оно мне идет, почему? потому что у меня теплая температура кожи, хотя серебро мне тоже идет потому что, помните, я вам говорила, что у меня смешанный больше цветотип, я между весной и летом, и в России у нас это встречается часто но есть вот кому серебро прикладываешь и это прям, вот ты видишь температура кожи у человека холодная, ему это серебро идеально просто подходит вот особенно зима, вот если взять зима и лето, им одеваешь серебро, и они вот какие-то такие алибастровые просто становятся, они какие-то аристократичные сразу становятся, вот им золото может идти опять же, смотря какого размера, но серебро просто божественно подходит девочкам, у кого холодная температура кожи, вот поэтому можно поиграть еще с украшениями золотыми и серебряными, вот и теперь переходим к оттенкам теперь гель-лаком давайте перейдем, перейдем гель-лаком и так ну основная проблема, да как определить цвета холодные, да, потому что вот например лету идут ярко выраженные холодные оттенки гель-лаков, и сюда если например выбирать оттенки красные, хотя мы сюда не поставили, а можно было поставить оттенки красного, да, поставить оттенки бордового но сюда нужно их ставить именно холодные, потому что если мы возьмем например оттенок красный как холодный оттенок, так и теплый просто в холодный оттенок, если добавить чуть-чуть синенького он начинает холодить если в красненький добавлять немножко желтенького он начинает теплеть вот поэтому красный оттенок он даже может подходить лету на самом деле, вот давайте я вам сейчас это прям продемонстрирую на палитре я специально взяла у меня видите палитры нет, поэтому я тут взяла себе блюдечко давайте возьмем классический красный классический красный это чисто теплый цвет он относится к категории теплых оттенков давайте хотите на цветовом круге посмотрим кстати, я вам цветовой круг-то не показала ну смотрите, если цветовой круг выделить пополам, да то у нас с вами что получается смотрите, у нас получается правая сторона там где желтый, оранжевый, красный это все оттенки теплые видите, это все оттенки теплые а левая сторона это зеленые оттенки синие, фиолетовые там оттенки мадженты это все холодная сторона цветового круга и цвета эти все холодные но вы из этих оттенков можете сделать всегда теплый потон итак, какой вот можно сделать такой вывод смотрите цвет вот давайте возьмем цвет сейчас мы к красному вернемся сейчас мы к красному вернемся у цвета есть тон тон это когда вот чистый цвет без примеси и вот мы сейчас с вами будем разбирать красный да, вот красный цвет чистый без примеси и у каждого цвета есть подтон это добавка и подтон это добавка это добавка может быть, например синий добавим, да добавку добавили синего и у нас уже оттенок красного поменялся и он стал уже не теплым, а стал холодным а если мы добавим добавку желтую то у нас желтый, красный превратится уже в теплый красный прям такой ярко выраженный понимаете поэтому очень важно понимать что все цвета все абсолютно даже холодные цвета их можно сделать как теплыми и как холодными знаете какое исключение? исключение оранжевый цвет это единственный цвет который всегда остается неизменно теплым всегда теплым у него всегда в плюсе температура всегда это единственный цвет исключение и поэтому поэтому смотрите как правило вот мы даже здесь оранжевый добавили если возьмем нашу открытку которую я бесплатно обязательно всем разошлю здесь под этим постом в комментариях в комментариях вы напишите хочу открытку по цветотипу и мы вам в директ в электронном виде в хорошем качестве для распечатки для скачивания вышли и вот смотрим смотрите вот осень и весна это же у нас теплая температура лица да это теплая температура кожа и им роскошно идет оранжевый просто тут вот как бабки не ходи подходит вам оранжевый или нет потому что многие же оранжевого боятся он вам идеально подходит вот а если вы холодная ярко выраженная холодная вам будет на самом деле оранжевый отвратительно причем если низ оранжевый может быть вообще даже у холодного цвета типа да например нижняя часть не знаю платье юбочка там то верхняя часть там где возле лица оранжевый будет ужасно вот понятно да что даже вот эти холодные зеленые холодные синие холодные фиолетовые их можно превратить в теплые цвета а мы сейчас с вами посмотрим как это сделает так понятно что каждый цвет он имеет основной тон и также у него могут быть подтоны подтон может быть холодный подтон может быть теплый и давайте из красного цвета с вами сделаем сейчас эти подтоны итак тот кто ненавидит на себе красные ногти смотрите скорее всего вы себе выбирали неправильный подтон красного так ну давайте красненький так нужно фильтр отключить как отключить фильтр отключили не знаю видно вам скажите девочки нормально видно что красный так и теперь если мы хотим сделать теплый красный чтобы он подходил женщине девочки у которой теплая температура кожи и вы уже определили вы видите что цвет кожи у нее вот он тепленький вот у меня ярко выраженный тепленький цвет и мне конечно идеально подходят цвета красного которые такие знаете прям вот алые ярко выраженные теплые цвета смотрите незаметно сейчас возможно сильно и не передаст конечно камера инстаграм но если мы добавили желтенький давайте прям чтобы было понятно я вот так вот оставлю чуть-чуть добавим желтенький красненький вроде красненький и на самом деле вот я даже смотрю практически таких изменений ярко выраженных не произошло но он теплым стал и то же самое в обратную сторону мы делаем так где у меня тут бумага сейчас в обратную сторону что можно сделать можно взять синий можно взять синий да синий он и в Африке синий он холодный так сейчас я чуть-чуть задумалась комментарий попыталась вашу увидеть так и добавляем красный тут опять же нужно добавить так чтобы бордовый не превратился сейчас я тут много синего добавила сейчас видно вот он красный такой красный такой темненький слегка красный но он уже холодный и вот смотрите если вам не нравится как выглядят у вас красные ногти на вас сто процентов у вас неправильный красный возможно вам нужно взять более теплый оттенок либо вам нужно взять более холодный оттенок если вы такая прям ярко выраженная зима то вам вообще в принципе могут подойти идеально классический чистый подтон красного на самом деле вот просто если там будет маленькая капелюсечка синенького и вот это даже в глаза не будет бросаться но уже будет выглядеть совершенно по-другому вот то же самое вот можно посмотреть на примере зеленого смотрите зеленый цвет он вообще какой он холодный зеленый цвет он холодный но то же самое мы из зеленого можем сделать теплый цвет сейчас вот добавляем желтенький и он превращается уже в такой вот более травянистый яблочный оттенок и он становится уже тепленьким и тут же добавляем синенький и смотрите он незаметно раз и превратился уже в холодный добавим еще больше синего морская волна там например будет еще более холодный уже становится видите каким образом можно вот например если вы сидите и не понимаете все таки можно посидеть вот таким образом все цвета поколеровать и посмотреть как все цвета становятся холоднее и как становится теплее исключение помним оранжевый исключение оранжевый вот ну надеюсь на примере смотрите зеленый он холодный давайте я вам еще раз покажу сейчас раскладку смотрите зеленый вообще он холодный но если он уходит в желтый он становится уже теплее вот с красными тоже там же также интересная тема понимаете вы когда на красный смотрите сейчас давайте вот например вот здесь хорошо видно вот он может быть более алый когда в нему попал чуть-чуть хотя бы оранжевый либо желтый потом он может переходить в ягодный если к нему начинают чуть больше добавлять синенького и когда синенького примут совсем много да он становится таким малиновым больше такая маджента уже появляется до цвет мадженстый такой цвет фуксия это прям вот уже такой холодный становится вот не знаю сейчас понятнее что еще показать чтобы а вот здесь вот у меня хороший тоже вот пример смотрите на примере одежды посмотрите видно желтый добавили зелененький потом справа и платье желтая прям ярко выраженная стала холодная потому что к нему добавили чуть синенького и она становится выдавайте кстати насчет желтого давайте мы щас прям желтый тоже желтый цвет это теплый цвет желтый цвет это теплый цвет никто не поспорит теплый те могут и многим зачастую тоже удивительно как это желтый может быть холодным а он может быть холодным он еще как может быть холодным вот если мы к нему чуть-чуть добавляем синенького смотрите здесь данном случае чтобы он прям зелень ушел а чтобы он был такой знаете лимончик вот он становится уже лимонным вот он стал лимонным и все он превратился в холодный желтый и наоборот если мы чуть-чуть добавим оранжевого либо красненького да так вот незаметно желтый незаметно становится еще более теплым прям уже он таким более 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 теплым становится понимаете разницу вот уже казалось бы желтый цвет он не может быть холодным нет он может быть холодным а если сюда добавить беленький да прям ну прям холодный холодный станет вот поэтому желтый он тоже может быть холодным вот как зеленый он вообще холодный цвет и он может быть теплым так и желтый цвет он теплый но может быть холодным вот надеюсь вот здесь вот ну кому непонятно возьмите пересмотрите потом обязательно прямой эфир как здесь составлена открытка смотрите я эту открытку хочу к осени в августе когда выйдет новая коллекция осень зима я ее обязательно хочу переделать здесь рекомендую вам пользоваться вот этими квадратиками я их добавила это очень сложная градация осени цветотипов еще знаете темная глубокая мягкая да там весна лето осень зима мне просто понравилась вот эта штука как подсказка для вас что когда вы делаете дизайны а сейчас чтобы вы не говорили дизайны все равно набрали обороты и дизайн снова в тренде и очень часто сложно скомпоновать цвета когда вы не чувствуете температуру цвета а здесь видите прямо уже прям такие подсказочки вы прям на глаз берете нужную палитру и делаете дизайн вот ну осени конечно же какие цвета смотрите видите тепленькие зеленые двести семьдесят шестой вот здесь так удобно но я в следующий раз сделаем вот здесь или по моему уже дизайнеры переделали их попросила переделать чтобы цифра была видна чтобы вы не путались какой номер гель-лака вот давайте возьмем осень осень ярко выраженная теплая кожа оттенки золотистые кожи помните название что осень с ног до головы вся светится золотом вся переливается и поэтому все оттенки они у нас с тепленьким потоном идут вот они все идут с тепленьким потоном поэтому им так роскошно идет желтый смотрите какой сейчас тем более теплый желтый это номер 370 он прям вот тепленький тепленькие очень классно подходят осенним девочкам оранжевый в здесь я оранжевый взяла прям насыщенный 369 потому что у нас есть гавайская верчеринка он не такой насыщенный и вот 369 я поместила к осени также осень очень любит видите оттенки зеленого этим девочкам очень идет незамисимости от моды этим девочкам идут оттенки зеленого но они должны быть видите какие тепленькие оттенки оливы там где в составе идет желтый цвет вот там где составе идет желтый цвет если мы возьмем например весну смотрите все мы возьмем весну она же тоже имеет теплую кожу вот и здесь мы добавили такой же желтый раньше бы уже добавили чуть-чуть другой взяли гавайскую вечеринку 006 так как весна она более спокойная она не такая контрастная как осень поэтому мы и оранжевый взяли вот такой вот несмотря на это весне идут яркие неоновые цвета поэтому мы решили сюда в линейку добавить номер 355 это такой оранжевый цвет неоновый прикольный добавили смотрите очень много бежевых нюдовых оттенков и чем вот еще хороша весна и лето давайте их сейчас посмотрим здесь просто больше теплых оттенков а в лете больше холодных но и тому и тому цветотипу очень подходят очень подходят пастельные цвета прям очень классно подходят пастельные цвета и зачастую когда пастель она выделенная уже да и температура она съедается за счет белого пигмента то в этом случае пастельные цвета не одинаково хорошо смотрятся как на весне так и на лете вот так как на весне так и на лете еще раз напомню чтобы получить вот такие открытки здесь сделан макет под наши гель-лаки как раз я думаю что если вы смотрите этот эфир у вас у всех есть наша палитра здесь вы сможете вы так сделать вы краску красиво наклеить и сделать вот такое предложение вашим клиентам и сделать предложение вашим клиентам можно сейчас повыкрашивать в принципе еще есть 10 минуток вот например давайте возьмем лето это мой кстати любимый цветотип хотя я уже говорила я между весной и летом и вот 367 цвет он идет одинаково хорошо как лету так и весне где он у меня 367 сейчас секундочку вот она белый конечно пигмент когда ты начинаешь вбелять пастель особенно цветную не она температуру значительно скажем так портит ты уже не понимаешь это теплый или холодный оттенок он за счет белого пигмента становится таким нейтральным вот лавандовые оттенки они хорошо подходят как и лету так и весне дальше номер 391 391 пишите кстати вопросы у кого остались вопросы пока я сейчас выкрашиваю очень классный оттенок идеально для лета кстати потому что он такой прям с холодочком номер 391 и конечно для лета это будет идеальный цвет а если посмотрим например в ту же осень них бежевые оттенки они уже потеплее вот лету мы любим добавлять холодные оттенки видите видно чтобы прям нем есть такая голубиночка легенькая да вот номер 391 то вот моя сестра вера она ярко выраженная зима вот зиме и лету очень идут холодные цвета нудовые сейчас мы посмотрим осень вот здесь вот видно прям теплышко присутствует здесь желтенькие есть здесь вот чуть-чуть желтенького есть видите разницу а это холодный номер 391 вот ну 307 вообще вот эти оттенки голубого это просто роскошно для лета и для зимы в том числе у нас вот если посмотреть на ту же зиму видите у нас здесь есть оттенок 365 им классно вот эти оттенки голубого и синего 336 потому что и то и то холодная кожа должна быть холодная температура и конечно желательно холодные температуры гель-лаков давайте номер 307 вот тоже для лета идеально подходит так сейчас я читаю ваши комментарии чё это я их листать не могу прикиньте не могу листать давайте так у кого еще остались вопросы тогда напишите мне в комментариях я не знаю почему у меня заглючили комментарии сейчас их не могу пролистать видно голубой он и в африке голубой да ну в данном случае ярко выраженный голубой холодный потому что он прям вот ну видно днем присутствуют такие розовато-фильтоватые оттенки вот если днем было хотя бы чуть-чуть желтенького этот цвет но вы бы увидели его что он стал стал теплее это вот смотрите тоже разница видите вот теплый бирюзовый и холодный бирюзовый здесь желтенькие внутри а здесь синенькие внутри так мы с вами пока выкрашиваем лето лету идут холодные оттенки вот 307 холодный оттенок 367 мужа выкрасили тоже холодный розовый тоже сейчас на них посмотреть они тоже холодный какой мы здесь добавили 195 оттенок кайковый обожаю этот цвет орхидея сколько лет этому цвету это бесспорно цвет лето это девочкам у кого холодная температура кожи вам это и прям вот идеально будет вот и прям холодненький вот если бы он был чуть-чуть теплее вы бы это увидели в него когда желтинку чуть-чуть добавляешь вот как здесь например смотрите видно вот она весна для весны лучше тепленькие розовые смотрите какой вот он тепленький это холодненький вот 195 это красивый холодный оттенок для девочек с холодной температурой кожи хотя у кого смешанный цветотип помните я вам рассказывала что лето и весна очень часто встречаются на женщинах именно смешанное им идет и холодные и теплые оттенки у них кожа температура кожи она вот не ярко выраженная и не в холодную сторону и не в теплую это вот когда вы смотрите вены и точно не можете понять они все-таки у вас голубые или зеленые вот такой знаете пограничная вот радуйтесь у вас значит смешанный цветотип а это как правило весна-лето это значит вы весна-лето и вам идет это это хотя я как про себя думала что я смешанный на самом деле я не смешанный никакой так вот так следующий холодный номер триста восьмидесятый роскошный цвет тоже холодный бани то тоже видно что он холодненький вот кто например путается не понимая то каким девушкам с какой температурой кожи что идет вам можно ориентироваться на вот эти открытки самое главное их нужно выкрасить положить перед клиентом клиенту во первых и удобно будет и подбирать если что под температуру кожи вот видно мне такой цвет не идет шуме кожа теплая а у кого холодная будет хорошо какой номер номер восемнадцать 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 но это самый наверное популярный цвет у нас winter cherry вот сколько лет существует базовый ассортимент это самый наверное холодовой цвет моего наверное из ассортимента winter cherry никогда не уберем сейчас хорошо кстати на прозрачный тип все видно какой оттенок у этого бордо ну два слоя он прям становится таким прямо глубоким это один слой смотрите два слоя сейчас разница особо не видно вот у кого холодный цвет волос холодный цвет глаз у кого холодная кожа холодная температура кожи номер 018 будет очень хорошо так что у нас еще у нас классный холодный цвет для холодных девочек это номер 016 тоже он кстати из базового ассортимента вот уже сколько лет он издает позиции один из самых ходовых цветов многие его любят смоки айс у кого кстати есть смоки айс кто его периодически докупает этот оттенок вот вкусненький смоки айс 016 блин как жалко что я не могу комментарии прочитать и их нету так номер 077 тоже хорошо подойдет для холодных девочек потому что здесь прям синенький потом читается у этого такого баклажаново сливово сливового нету а вот давайте 333 выкашу меня 077 на часть типсов привезла представляете а часть здесь выкрашивала и поняла не все цвета взяла с собой и так расстроилась номер 333 давайте посмотрим на него очень красивый цвет вот кто любит оттенки марсалы холодный это номер 333 так сказать сравнительно новый оттенок он выходил у нас в декабре так ну и номер 033 я бы по-моему сейчас с собой нет так что еще хотите давайте сейчас выкрашу еще а как быть со смешанными типами им все идет или все не идет смотрите со смешанным типом то что я сказала им идеально идет все на самом деле у кого вот лето весна вот смешанный тип он считается как раз это вот это два типа смешалось у вас это лето и весна вот если вы видите у вас погранична между весной и летом вот я вас поздравляю вам подходят все оттенки и холодные и теплые вот радуйтесь радуйтесь так давайте вот эту светлую весну выкрасим светлая весна очень красивый оттенок давайте посмотрим что это как давно идет эфир он уже заканчивается обязательно пересмотрите сегодня мы говорили про температуру кожи я сегодня вам дарю вот такие классные открытки с подборкой цветов от эми для разных температур кожи мы поговорили сегодня о весне и летом что какая температура кожи у этих типов и зима осень мы тоже поговорили об этих цветотипах и какая у них температура кожи мы сегодня научились определять температуру вот сегодня мы с вами посмотрели как делать свет холодным один и тот же как же его можно сделать теплым что не бывает только холодных цветов и только теплых исключение у нас с вами составляет оранжевый цвет так номер 377 видно что в нем желтиночка идет и это у нас весна вот весне это идеально смуглая кожа смуглая кожа это опять же смотрите смуглая кожа возьмем например афроамериканок смуглая кожа смуглая кожа она рознь она бывает тепленькая значит вы берете ну лучше всего какие оттенки темные насыщенные цвета но они должны быть теплые понимаете теплые ну например давайте тогда осень да вот ближе осень будет если мы возьмем осень если при условии что у этой осенью этой девочки с темной смуглой кожей теплая кожа вот я вам пример приводила смотрите картинку бионса там была на картинке вот смотрите вот бионса она имеет темную смуглую кожу она у нее с золотистым отливом эта кожа и соответственно какие ей цвета идут ей идут все тепленькие оттенки ей идут все тепленькие оттенки вот давайте например номер 360 номер 360 прекратить публикацию главное чтобы оттенок был в данном случае у девочки тепленький хотя вот у нас как-то была модель смотрите работала на площадке у нее была ярко выражена холодная кожа и она была очень темная девочка но у нее был холодный цветотип это прям было видно не были чарные глаза они не были не теплые мне были холодные не холодный цвет коричневой кожи был вот а если мы возьмем тепленьких девочек с темной кожей то им вот например номер 360 до какой номер номер давайте вот 313 возьмем посмотрим тоже тепленький так где ты мой 313 цвет потому что если например тепленькая девочки даже если она в афроамериканка вы накрасите слишком такой холодный трупный цвет бежевого ей будет ужасно ей нужно все-таки тепленькие оттенки бежевого номер триста тринадцать главное чтобы было все тепленькое поэтому на самом деле в цветотипах ну как можно разобраться но на самом деле сложно я вам кратко дала информацию чтобы ну хотя бы на внешние данные ориентироваться но больше нужно смотреть на температуру кожи мы с вами температуру кожи уже определили вот так номер 019 не помню у меня он есть или нет при 019 кстати это тоже один из самых ходовых оттенков смотрите какой красивый очень красивый оттенок поставьте плюсики если вам было интересно девочки если вам это было полезно что я сегодня криво крашу красивый 019 цвет ну понятно что в два слоя как правило набирается плотность и он становится еще более темный берри коктейль что еще сюда можно добавить 228 сейчас мы посмотрим 228 вообще на темных девочках вот кто афроамериканки на них классно смотрятся все нюдовые коричневые цвета самое главное чтобы они были теплые если у них теплая кожа и самое главное так этот не будем покрывать мест полимеризовался точно 230 сейчас я найду вот и на них смотрится очень круто яркие цвета вы себе просто не представляете как классно настолько просто вот на белокожих так не смотрится как смотрится на них вот на последние модели когда работали мы наносили оттенки голубого и так было здорово вообще я просто влюбилась в ее руки вообще даже в руки и цвет смотрите двести тридцатый цвет самый раскрою роскошный красный двести тридцатый хотя у нас есть еще триста тридцать девятый оттенок он прям такой знаете чистый классический его нельзя сказать что он и холодный нельзя сказать что он теплый давайте мы сейчас его выкрасим посмотрели какой он красивый номер триста тридцать девятый конечно пишет смуглая с небольшой ложи тесной как будто кожа не помоет а холодно или тепло конечно теплая смотрите пересмотрите еще раз эфир помните я показывала листок бумаги когда вы полностью оголяете декольте зону чистое лицо без макияжа и прикладываете лист бумаги чистый лист бумаги белые и сразу видно у вас кожа она начинает желтить или розоветь начинают если она желтит значит температура теплая это значит плюс если она начинает розоветь на фоне белого значит сто процентов вы холодная значит знак минус смотрите какой красивый цвет красного это такой красный который кстати подойдет всем кстати вот триста тридцать девятый цвет идет абсолютно всем абсолютно всем вот но мы больше восемь видите добавили такие оттенки потемней и вот мне кажется все таки 8 230 все таки идеально подходит вот поэтому мы осенью добавили номер 230 а сочный красный мы кстати его поставили для зимы вот хотя казалось бы в зиму нужно чуть-чуть похолоднее но вот брюнеткам вот с таким красным им очень классно такой ну сейчас даже смотрите видите здесь примеры таким оттенком брюнетку подчеркнуть можно и на них это просто роскошно смотрится знаете не вульгарно если бывает блондинку оденешь не в тот красный и тем цветом губы накрасить блондинка становится вульгарная вот то брюнетка именно зима она становится просто роскошная да это был номер 339 вот я считаю что он вообще такой универсальный и идет абсолютно всем температурам вот он идет абсолютно всем температурам так зелененький мы здесь добавили два зеленых кстати осенью 279 и номер 335 ой 276 смотрите какие они вкусненькие вот опять же тоже вот кто темненькие девочки с темной кожей как очень девочки писали желтизной вот им важно вот такие зелененькие в эти такие с потоном оливки выбирать то шушь я сегодня так криво крашу господи господи у меня косоглазия 376 смотрите тепленький для смугленькой девочки будет очень хорошо если еще на нее какой-нибудь цвет костюма такой оливка светлая какая-нибудь такая более приглушенная не нас не совсем желтая оливка какой нибудь цвет сафари костюм или не чистый цвет сафари а ахаки господи сафари с хаки спутала это прям идеально 335 и смотрите какой 335 даже нельзя сказать что тут он прям зеленый вот не знаю какой этот свет зеленый да это можно сказать что это зеленый номер 335 тепленький красивый тоже вот темненьким девочкам с темненькой кожей с теплым подтоном волос кожи будет тоже очень здорово этот цвет номер 335 так ну желто-оранжевый я не буду наверно или хотите так открою покажу это просто мои самые любимые цвета многие сейчас периодически если жалуются ой о чем у вас плохо сохнуть я говорю слушать они сохнут идеально просто желтый вообще оранжевые цвета эти сложные пигменты и здесь золотая середина всегда производителю нужно найти чтобы этот гель-лак был и плотный то чтобы он не был как какашка прозрачный так вот триста семидесятый он просто роскошный плотный в два обычных слоя не супер тонких ну в такие в нормальных не наливать что я нормальный вот слой нанесла нормальный все и суши если кстати ваша лампа не сушит желтый гель-лак выкиньте ее либо замените лампочки в общем тепленький цвет прям идеально для теплой температуры кожи 369 тоже выбрали такой сочный яркий тоже классно для теплой температуры кожи так и давайте с этим цветотипом закончили наверное эфир надо заканчивать давайте я так выберу себе красивый фильтр надо заканчивать потому что я уже эфир веду по больше часа обязательно пересмотрите еще эфир еще раз напоминаю в комментариях сейчас пишите хочу открытку по цвету типу и мы вам тогда где-то дня через два чтобы прямо все комментарии когда соберутся в директ начнем высылать в электронном виде а может быть даже менеджер сразу начнут высылать вот если еще остались вопросы обязательно пишите обещаю что через месяца два осени в августе я сделаю еще открытку тоже также по цветотипу и возможно туда просто добавим обновления мне хочется все таки сделать знаете как в дворе да добавить больше оттенков чтобы было больше разгуляться будет распечатывайте хорошего качества рекомендую распечатывать берите толстую бумагу чтобы это было не просто бумага чтобы это был картон такой картон был они видите вот так открыточки складываются это очень удобно для клиента писать нужно в комментариях девочки не сюда сейчас я же эфир выключу и все комментарии исчезнут комментарии вы пишите вот здесь сейчас под постом я прямо сейчас буквально через две минуты выкладывают этот эфир сейчас с вами прощаюсь всем пока пока и вы через две минуты заходите и начинайте писать комментарии хочу открытку по цветотипу всех люблю всем пока